всем приветик уважаемые друзья сегодня в своем видео я хочу поговорить на тему почему португалия привлекательна для фрилансера я очень много раскрывает тем именно для тех кому можно переехать в европу кто является индивидуальным предпринимателем фрилансером лицом независимой профессии да ты сможет работать удаленно и есть ряд стран которые принимают таких граждан а с целью получения там долгосрочных виз или вид на жительство на территории той или иной европейской страны так вот сегодня мы поговорим именно о португалии а первое я хочу заметить какие собственно здесь есть преимущества первым преимуществом это будут являются налоги да то есть налогообложение является минимальным в этой стране именно для лиц свободных профессий тем кто приезжают работать независимо то есть налоги могут доходить до минимума то есть здесь все зависит конечно от вашей деятельности и от бухгалтера до который должен будет должным образом сдавать определенной декларации и тем самым вы можете свои налоги просто минимизировать и можно даже сказать так что практически не платить вообще далее а значит португалия а дает возможность получить в кратчайшие сроки именно гражданство то есть по истечению пяти лет законного пребывания на территории португалии также в качестве независимого работника фрилансера или лица независимой профессии через пять лет можете поддаваться на гражданство на то есть уникальная возможность уникальная потому что большинство стран через пять лет дает возможность получить только пмж но никак не гражданство да то есть это очень уникальная возможность но к плюсам также хочу отнести качество жизни все таки это европа это одна из может быть даже не недооцененных стран евросоюзе поэтому уровень жизни конечно здесь отличные и к этому я могу добавить что а климат здесь очень хороший климат очень большое количество солнечных дней в году свежие морепродукты чистая вода то есть очень очень много именно таких нюансов дальше значит наличие вида на жительство в этой стране дает возможность вам путешествие по всему евросоюзу также вы можете то есть если вы регистрируетесь в качестве лица а свободной профессии на территории этой страны а у вас открываются возможности вести деятельность на территории евросоюза и тем самым там заключать официальные договора выставлять что фактуры то есть вашим клиентам если они находятся на территории европы да то есть это одним словом можно сказать развитие вас как личности или вашего бизнеса да то есть это бизнес может быть крупный а может быть или вы просто до человек который занимается просто персонально какой-то деятельность оказываете кому-то услуги в интернете далее сейчас я расскажу вам о процедуре да как происходит оформление вида на жительство и долгосрочные визы первым этапом конечно вам нужно будет приехать на территории португалии для того чтобы открыть счет в банке далее зарегистрироваться органах государственной власти в качестве независимого профессионала также получить фискальный номер и также вам потребуется еще найти место для вашего проживания да то есть возможно заключить какие-то договора с агентствами недвижимости может быть даже уже найти в частном порядке место где вы будете проживать да то есть это должен быть какой-то договор или пред договора чтобы вы в посольстве смогли показать место где вы будете проживать далее что мы делаем далее мы приезжаем свою страну поддаемся со всеми этими документами на визу типа d также я вам хочу вам сказать что сюда еще нужно будет приложить а документы которые будут подтверждать вашу деятельность то есть любые договора с подрядчиками с вашими контрагентами клиентами может быть с биржами на то есть абсолютно любые доказательства которые доказывают сферу вашей деятельности после того как мы получаем визу типа d мы приезжаем на территорию португалии и там уже с тем же самым комплектом документам поддаемся на вид на жительство еще один очень важный момент я оставила его прям вот напоследок том что в принципе а любой соискатель может обойти первый этап открытие визы d то есть португалия это та страна которая разрешает приехать в страну в качестве туриста и сменить статус именно вот для независимых работников да то есть вы можете приехать по турвизе сделать вот все вот эти документы на месте и сразу же податься на вид на жительство единственный нюанс будет что если сроки действия вашего туристического документа истекают и на момент ожидания вида на жительство вы не сможете выезжать за пределы португалии точнее если вы выйдете например свою страну то обратно вы сможете заехать только при наличии визы ну и путешествовать период ожидания по евросоюзу вас тоже не предоставляется возможным я постаралась как можно кратко описать эту тему тема она действительно очень интересная поэтому если вас интересует переезд если вы имеете удаленную работу если вы ведете свой бизнес удаленной или просто об этом задумываетесь уже сейчас на данном этапе то я настоятельно вам рекомендую оставить заявку у нас на сайте наши специалисты обязательно свяжутся с вами и вас проконсультируют более детально но я с вами прощаюсь увидимся в следующих видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока